Здравствуйте! Поступил вопрос, как наши предки обходились без соли? Ведь нам так необходима соль. Как они жили? Вязали камушки солёные, как акилоси, как звучит в вопросе, или что вообще происходило? Мы же жить без этого не можем, а предки не померли, значит, как-то жили. На самом деле ответ довольно-таки прост. Вообще столько соли, сколько мы в жизни потребляем и в сутки потребляем, нам вообще-то не надо, честно говоря. То есть соль, да, необходима. У нас из всякого кальция и прочего хлора много чего сделано. И натрия, соль, натрий, хлор, ну неважно. Короче говоря, много чего из этого всего сделано. Всякие там калий-натриевые насосы и хлор много где используется. Но не так уж прямо запредельно многого это нужно. И достаточное количество соли есть в еде. Наши предки жили в Африке и, как можете догадаться, какие-нибудь местные антиропы, леопарды, павианы, кто угодно ещё, но как-то живут и, в общем-то, вполне себе обходятся. Ну а если уж кому-то хочется прям, кажется, что нам прям соль прям очень необходима, то знаете, что на экваторе, в Танзании, например, огромное количество солёных озёр, и там эта соль просто кусками валяется. Там её вообще искать не надо, она просто лежит на земле. Её дофига, потому что жаркий климат, испарение большое, солёность повышенная. А к тому же есть огромное количество растений, всяких соленосных, всякие там солеросы, солянки и всякое такое, у которых как бы действительно много солей. Ну вот они, правда, невкусные нифига, но их всякие копытные едят. А стало быть, у копытных довольно-таки солёная кровь, солёное-таки мясо, и с того момента, как мы стали есть ещё и мясо, ну первое хомо, мы всё ту же самую соль получаем просто с кровью, убиенных этих несчастных антилоп, зебр и всяких прочих копытных. Ну и не только копытных, что характерно, потому что мочили всех, включая друг друга иногда. Поэтому с солью у них проблем не было никаких абсолютно. Это скорее как бы повод задуматься, зачем мы сейчас столько едим. Есть известное такое свое ощущение, белая смерть. Её к чему только не применяют на самом деле, но к соли в том числе. Вот слишком много не надо съесть пуд соли. То есть на самом деле человеку для полной остановки жизни очень немного этой соли требуется, чтобы нам сжечь пищевод для начала, а потом всё остальное. Поэтому не перебарщивайте с солью. Желательно живите на берегах озера Иеси. Там соли завались. Хадзе её в промышленных масштабах собирают просто кусками и отдают до тогом. И выменивают на всякое полезное, на всякие там железные наконечники. Ну а кто подальше живёт, добывают ещё по-всякому. Там же в то время, когда люди уже ушли из этих чудесных мест и оказались там, где правда конкретный недостаток соли, её можно добывать допустим из золы. Этнография массу примеров тому показывает, когда берётся какое-нибудь растение, ну там древесина, поленья всякие, они пережигаются, и вот эту соль народ лижет. Это и в Амазонии происходит, у нас в Сибири такое происходило, но недавно пока ещё соли был недостаток, и там в самых разных местах. То есть просто вот зола. Древесины тоже вполне себе работают. Можно кости грызть при желании, куча источников соли. Вот опять же, главная фишка в том, что нам столько вообще-то и не надо. Иначе бы мы загнулись ещё там в Декемриф каком-нибудь, ну там в Солёном море жили. Ну ладно, когда в Дивоне вылезли наконец-то из суши, на сушу из воды, то вот тогда, по идее, мы бы и померли. Но нет, всякие стикоцефалы, зверообразные ящеры, какие-нибудь там эти примитивные млекопитающие, проконсулы, жили совершенно спокойно, и современные обезьяны, что характерно, живут на деревьях и не особо-то страдают от отсутствия соли. Потому что едят много растений, а в растениях это навалом. Кушайте свежие фрукты, пейте что-нибудь свежую кровушку, только не соседы, и тогда у вас в организме всё будет сбалансировано. Для того, чтобы всё это дело раскопать, каталогизировать, сохранить, описать, осознать и опубликовать, ещё раз осознать, нужно много времени. Кроме того, нужно много светлых голов, которые бы не были загружены какой-то дурацкой бытовухой. Для этого нужны средства, а может быть, даже средства, если по-человечески. Поэтому, если вдруг кто может помочь, хочет помочь, знает, как помочь, а кто не знает, спросите, мы ответим, тот может это сделать. Помощь крайне приветствуется. Помогайте нам. А помогаете-то не нам, а вы помогаете будущим поколениям. Потому что нашими руками мы едим гречку, а создаём историю. Это, по-моему, выгодный таки размен. Наука создаёт знания о прошлом, а через знания о прошлом формируется эффективное будущее. Поэтому создавайте будущее, помогайте науке. Не только нам, на самом деле, мы не то чтобы прям какие-то эгоисты, а вообще, в принципе, науки, знаниям вкладывайтесь в будущее поколение. Люди – существа общественные, социальные и очень любят социальное одобрение. Поэтому одобрите же наши труды. Поставьте лайки. А если вы злобный упырь, поставьте, конечно же, дизлайк. А также пишите комментарии. Тогда видео будет немножечко продвигаться, и тогда намного больше людей узнают всю правду о нас, человеках. Подписывайтесь на канал. Корректор А.Кулакова